Моисей говорит, что Бог наказывает вину отцов в детях до третьего и четвертого рода. Вот если взять вот это вот, вырезать из всего остального и остановиться чуть-чуть, пару минут подумать об этом. Значит, во-первых, мне бросилась в глаза вина отцов. Вот это вот в русском синодальном переводе вина отцов. Вот бросилась, да, что вот дети там терпят, понимают дети, не понимают, что так жизнь сложилась и вообще вот так все. А вот есть отцы и есть вина отцов в детях. Вина отцов в детях. Вот есть как бы отдельная жизнь, отдельный человек, отдельный индивидуум, но, разумеется, у всех есть отцы. И матери, отцы, родители. И вот вина отцов в детях, вот эти три слова, вина отцов в детях, да. И это первая мысль, первая мысль, что все, что происходит в жизни детей, оно выглядит как наказание, как будто бы Бог вот взял и наказал детей, то есть в поколениях людей наказал. Но на самом деле это вина отцов, то есть отцы напрямую могут быть причастны к проблемам, страданиям детей. Я сейчас хочу разграничить вот это понятие как бы родовых проклятий, которые сейчас очень модно его очень раскручивают это все. Я не верю, что оно происходит как-то механически. Вот человек должен покопаться в своих поколениях, там до третьего, пятого рода, там бабушка, дедушка, чем они занимались. Я не об этом. Я даже скептически очень к этому отношусь. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Почему, во-первых, до третьего и четвертого рода? Почему 3 и 4? Не 6, 7, не 8, 9, не 11, 13, не 1 и 2. Почему 3 и 4? До третьего и четвертого рода. С чем это связано? Я лично считаю, что это максимум, сколько человек может захватить своих предков. То есть его родители, его дедушка, бабушка, его прадедушка и прабабушка могут еще жить. То есть я могу их видеть и они могут видеть меня. Потом это поколение умирает, у меня рождаются дети и таким образом родовое дерево растет. И вот мы можем захватить друг друга до третьего, четвертого рода. Редко, когда пятый род захватывает там, да, то есть прапра, родители, дед, бабушка и праправнук. А в основном это третий и четвертый род, в основном. И вот это самое влияние отца и матери, ты не можешь от него уйти. Даже если ты живешь в другом городе, в другой стране, твой отец жив, мама жива. Это самые близкие узы. Ребенок вырастает в утробе женщины и он очень эмоционально завязан на своей матери. Потому Бог ей сказал, человек оставит отца и мать и прилепится к жене своей. Это очень прочные узы, душевные. И мать и отец могут по-разному использовать эту привилегию, что именно они, как родители, больше всего могут воздействовать на своего ребенка. Поэтому они могут эту душевную связь, душевную близость использовать на пользу и передать вот, передать лучшие. Потому что самые близкие узы. Вот я пытаюсь влиять на людей, но они меня не знают. Даже если я ангел, даже если я апостол Павел, у меня значительно меньше влияния на людей, чем у матери по отношению к своему ребенку. Вы обращали внимание, почему Павел подмечает интересную вещь в письме к Тимофею? Вера, которая обитала раньше в матери твоей и в бабке твоей, в бабушке. Ни об отце, ни о дедушке речи не идет. Он пока не знает, где отец, где дед и вообще. А очень часто речь идет о матери, потому что связь между матерью и ребенком очень близкая. Так вот, что интересно, что третий и четвертый род – это те люди, которые оказывают сильное влияние. То есть каждый ребенок заинтересован завоевать уважение своего отца, своей матери. И очень много спекуляции, очень много давления, и я бы даже сказал, оккультных практик, когда мать, например, может истерить. «Я тебя родила, да ты знаешь, как ты мне достался». И это вот спекуляция, когда вот эти истерики закатывает женщина, она ребенка просто истязает. Ребенок не может уйти от факта, что она действительно в страданиях его родила. Следовательно, вот это давление, ты его не можешь убрать. Пока жива мать, пока жива бабушка, оно на тебя оказывает сильнейшее родовое давление или влияние. Когда эти люди уходят, вот просто уходят. Я недавно говорил с одной молодой женщиной, она уже сама мама, у нее двое детей. И у нее очень тяжелые отношения со своей матерью, очень тяжелые. Это близко к колдовству, это как witchcraft, когда мать просто на коротком поводке держала дочь всю свою жизнь. Прямо так и учила своих детей, что вы будете до гробовой доски нам обязаны, вы должны быть во всем послушны и так далее. То есть это как оккультные вещи. И я просто в беседе с этой молодой женщиной сказал, вот допустите мысль, что ваша мать ушла. Ну, некрасивая мысль. Нельзя об этом думать, тем более желать, не приведи Господь. Но допустите мысль, что у вас нет матери. Вот. Она говорит, я думаю, что это бы все поменяло в моей жизни. Все. Она живет отдельно, с мужем, у нее своя семья. Но вот это вот давление, она от него не может уйти. Вот эта аура черная, которая зависла над этой молодой женщиной, она от нее не может уйти. Наша цель – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова